Вячеслав Иванович Цветков, профессор кафедры электротехники и технической электроники. Так получилось, что за 10 дней до войны я поступил на курсы 10-месячные киномехаников. Через 10 дней война и многих мужчин, почти всех, естественно, забрали в армию. Мне было 14 лет всего, но в кино я был влюблен. И курсы сократили до 6 месяцев. Так что в октябре 41-го года я получил права киномеханика второй категории. Работал на... Это был город Фрунзе, ныне Бишкек, Киргизия. Работал я на кинопередвижке по городу. А потом мне посоветовали поступить учеником в радиоцех киноремонтных мастерских. Дело в том, что там эвакуированный мастер, очень опытный, хороший. И в январе 42-го года я буквально, чуть ли не с 1 января, я поступил, устроился вот учеником в радиоцех. Но он мне не передавал своих знаний. Через 2 месяца мне пришлось уйти. Хотя работа мне очень нравилась. Кстати говоря, в городе не было места киномехаников в кинотеатрах. И мне предложили ехать на кинопередвижке в Беловодский район, в Фрунзенской области. А поскольку бензина не было, то есть звуковая киноустановка не могла быть, мне дали вот немой киноаппарат, ГОС. И с марта 42-го года в Беловодском районе я обслуживал колхозы на этой кинопередвижке. Причем план составлялся в политоделе машино-тракторной станции МТС этого района. Причем строгие, колхозы и совхозы шли по очереди. Ну и вот ученик у меня был. Причем передвигались мы с колхоза в другой колхоз. На телегах либо лошадь, либо быки. Кстати, на верблюдах не пришлось ехать. А на слах. И вот на моем пути был очень интересный колхоз Хун Хон. Председателем его был Уйгур. Он был не только гражданином СССР, но он был еще гражданином Китая. У него было две законных жены. И вот так углом они с детьми жили. На веранде мы с учеником располагались. И поскольку основной продукцией у них был рис, рисовые плантации, так называемые балы. Кстати, водой залитые. Поэтому мы крутили фильмы целевые. Бухгалтерия оплачивала нам на открытом воздухе, прямо в поле. Показывали им фильмы. Ну, в общем, чем он отличался, этот председатель? Председатель, во-первых, он нам продавал очень много разных продуктов по государственным ценам. Это очень дешево, чего не делали другие председатели колхозов. Но не давал подводы. Поэтому ученику приходилось идти в соседний колхоз и просить лошадь. И мы передвигались. Между прочим, через три или четыре месяца я оттуда уехал. Но когда отчет мой получили в областном управлении кинофикации, то оказалось, что я выполнял план на 115%. И, между прочим, когда было совещание киномехаников на этих, то после перерыва ко мне большие мужики подходили и грозили, что они семьями на кинопередвижках деньги, естественно, могли себе забирать. А мне они не нужны были. Мне только надо было на питание. Вот фильм мне присылали из кинопроката. Я его брал и делал турне. Вот 14, по-моему, колхозов у меня было. Закончивал, а там уже лежал другой фильм на почте. Я этот сдавал, другой получал. И опять делал. Опять по этим же колхозам. Но так получалось. Вот, например, колхоз Хун-Хун, я там 3-4 дня задерживался. Как-то так вот получалось. А в некоторых колхозах очень быстро. 50 копеек стоил билет. Кстати говоря, вот чтобы деньги быть, нам же зарплату-то не присылали, а надо было расплачиваться. Приходилось нам продавать по 2 раза билеты, чтобы иметь деньги. Но все равно вот оказалось, что я план перевыполнил. Кинопрокат. И этот кинопрокат по всей области рассылал фильмы. Дело в том, что в 43-м и 44-м году я работал в селе Качкорка Тиньшанской области. Старшим киномехаником, киноустановка, это село такое могучее. И там получал фильмы от кинопроката на почте. В металлических ящиках, металлические коробки. Один сдавал фильм и получал другой. Там приходили... Там у меня... Каждый день менялся фильм, поэтому каждый день максимум на 2 дня давался фильм. А так... Каждый день. Госаппарат от руки. И к нему Динамо. Тоже от руки. Динамо 4-5 мальчишек я бесплатно пропускал в сеанс. И они крутили мне эту ручку. Причем энергия эта... 7 вольт лампочка и 5 ампер для освещения. Больше ничего. И я крутил рукой. Причем 48-зубцовый барабан, верхняя часть с верхней подающей бобины тянула ленту. Потом греферный механизм, а нижняя часть в приемную бобину. Причем она открутилась, ременная передача от шкива. И я рукой крутил. 48 зубцов, 18 кадров. Значит, я должен был делать полтора оборота в секунду. И, между прочим, первое время, когда надо было мне следующую часть достать, рукам на мгновение останавливалась. Но вскоре я передавал вращение от левой руки вправо. И наоборот, доставал части, не переставая крутить. Вот организм человеческий. Да, это удивительно вообще говоря. Вы меняли части, не выключая? Нет, выключал. Просто доставал, чтобы не были большие перерывы. Чтобы не были большие перерывы, я во время сеанса подготавливал следующую часть. Прошла часть, естественно, зажигался свет в зале. Перезаряжал и дальше. Здорово. Да. Ясно. Значит, Динамо, она управляла лампочкой, да? Да, только лампочкой. А звук не было? Кстати, нет, свет в зале не зажигался. Это свет на звуковых кинопередвижках. А у вас звука не было? Звука не было, да. Немые фильмы. И все равно с любовью народу очень много приходило на сеансы в колхозах. А фильмы же существовали двух типов. Были звуковые? Да, в то время были именно. Вот, например, Чапаев. Я сам первый фильм видел немой пацаном. А потом только появился звуковой. Поэтому в то время были варианты два. И немой, и звуковой. Ну, во-первых, путевка в жизнь. Интересный фильм. Особенно мы все балдели буквально. Это большой вальс. Песня любви американская. Песня России в войну пошла уже. И песня России, это вообще чудо. Это русская, связанная с Россией. А снят он в Голливуде. Успех имел колоссальный этот фильм. Причем там музыка Чайковского. Первый концерт Чайковского. Кстати, дирижер приехал к нам. И наша пианистка. Они полюбили друг друга. Вот такой сюжет. Очень интересный. Ну, этот... Три мушкетера. Очень интересный фильм. Французский? Нет. Американцы. Американцы. Причем такой он не всем нравился. А из наших фильмов? А из наших фильмов, ой, очень много в войну. Много. Например, парень из нашего города. Один из первых снят уже в войну. Потом шли... Забыл, как-то они называются подряд. Их примерно 9 или 10 фильмов было за войну выпущено. Забыл. Сейчас как-то с мыслями я... Очень наше хорошее фильмы. Очень хорошее. Хорошо. Значит, попытку попасть в наш институт киноинженеров у меня было две. Меня в армии продержали 8 лет. Срочной службы. Вот в 50-м году я приезжал, начальник, да, в Риге, в авиационный завод я служил. И вот начальник этого завода, друг родимого, начальника Можайской академии. Тогда она была ЛКВА, Ленинградская знаменная военная воздушная академия. Он прислал специально письмо ему, чтобы я переведен был в академию служить солдатам. И я учиться хотел одновременно в Ленинградском институте киноинженеров. Но в это время Иниосов Николай Иванович ушел, и его заменил другой, Котов, другой начальник. Он меня не отпустил. И в 52-м году, мне уже было 25 лет, а меня все держат в армии, и я решил ехать вот в академию в Ленинград, в Ленинградскую военно-воздушную инженерную академию. Там я закончил, меня оставили, защитился, звание доцента получил. И когда срок подходил к концу, я пришел в институт киноинженеров и сказал, что вот хотел бы работать. И, кстати говоря, в 75-м году на совете института из 32 голосов 30 было за меня. Великобритания